салют ребята а вот и новый ролик на youtube-канале на будет еще один как вы помните прошлый закончился на стоянке руслан а вот и продолжение значит пришла мне заявочка как вы помните на погрузку сертово на подольск и вот выдвигаемся ближе туда связался с шефом вроде как на базе сегодня допоздна у нас может быть я заеду в гости посмотрим или уже завтра утром заеду посмотрим его реакцию чем вообще скажет по машине да и так все там так чуть у нас гур подбывает на габаритах мы едем фары фары не отрегулированы до или отрегулирована не пойму нет вправо и в небо светить так хочу раз туманки только на фарах забираются короче суета ладно разберемся отрегулируем фары заодно сейчас посмотрим по моментам каким в общем сходил тут дагестанскую кухню я так понял там на выходе бомба кушал хинкал 800 рублей сейчас на выезде там нашим монтаж заедем протянем все колеса наверняка скорее всего их снимали же ставили новую резину протяжку надо по-любому сделать слушайте на гур подбывает что-то не не вы будет посмотреть что там может жидкость гореть надо ушла ух ты это тут плиты то мягкие сделаны ничего и не покупал здесь в магазине потому что принципе духу все есть и щетка и поливал к смысл что стратится опять все новое покупать процесс протяжки ща будет еще давление проверим смотрите-ка диск тут неплохой не ушатаны не ржавый здесь немножечко такая ситуация но помните у меня с красного мэрса остались кастрюли пихнем их сюда на первое время будет путем все жалко этот драгин лист светом перепадает минуту внимания давайте-ка запустим рубрику ответы на самые популярные вопросы под прошлым роликом куча комментариев просто вам жирный лайк спасибо за актив просто от души ребят спасибо смотрите-ка на все вопросы ответить физически тяжело потому что они часто повторяется давайте-ка так самые популярные самые залайканные это что у нас было синие колпаки снять быстро и немедленно ребят когда мы попадая просто их снимай и красота чем поставим там нержавейку или чем-то еще похлеще придумаем второй вопрос космос платежи 480 тысяч ребят напоминает то что блин я настоял на том чтобы взять volvo максимально свежую что было в монополии девятнадцатый год и прицеп поэтому такой платеж насколько я знаю сейчас уже такие не дают volvo потому что платеж реально конский и в основном там ребята кто берет там 17 там по постарше volvo или же там другие машины там можно и штору взять у них там платежи триста четыреста там уже ну вот тент рэв короче тут все регулируется этим платеж следующий вопрос ребят это у нас ставки вот 35 тысяч ставка питер москва с ндс это конечно кринж просто это просто я не знаю это копейки для фуры но давайте-ка учет сделаем то что это без режима мы едем без рэфа это легкий груз 5 тонн ну и что быстро загрузились быстро выгрузились и все и типа там по пути без лишних пустых пробегов в общем вы этот ролик спойлерить я не буду сейчас посмотрите что и как этот прошел рейс в принципе я не могу сказать что я прям доволен ценой за этот рейс но куда деваться раз так сложилось то что выпадало на выходные я бы мог задержаться в питере но мне надо было бы скорее бы вернуться домой разобраться с делами также ребят на вопрос то что пишите молодежь сейчас насмотрится побежит брать лизинге то все машины ребят а где в роликах призывая это делать где я вам говорю то что вот идите берите золотая жила вот раскрашиваю все цветными красками мол все прекрасно и хам показываю как есть у меня в жизни происходит контент снимаю вам чтобы вы испытывали какие-то эмоции вы сами там начинаете что-то придумывать то все пятое-десятое ребят вы смотрите что вам по силам на что вы способны это индивидуально каждому относится просто надо думать своей головой так что приятного просмотра жду новые комментарии пишите самые популярные разберем следующем ролике погнали человек загорелся очень интересно по какому поводу сейчас посмотрим станем как капитале полазим лампочка по топливу я планирую заправиться как загружусь на московском шоссе на тот нефти все ребята выдыхаем это чек по уровню топлива я уж распереживался суете так немножко настроение поднялось ну можно и тут заправиться ребят но тут уже на 2 рубля дороже топлива то есть я как смотрю еще по приложению получается мы можем хоть на этом заправиться на шейдерну бывшим это любая заправка в принципе там практически они все есть вот пока тут по питеру вроде этот нефть нормальная цена поэтому хочу туда дотянуть или газпром можно там забрать там на полтора рубля дороже но как будто литров 500 капнуть это мелочи до предпринимательская экономия вот и заехали в гости к шефу жалко темно смотрите-ка ребят какой чудо кнопкой все-таки нашел фига балдеж да и даже засниму пока не в рядах какой-нибудь бонус от прошлого видимо водителя кто на фирме работал видимо галлоревский остался бомба лаэла так тут чем все проходим ну интересно интересно еще был сзади такие да на прицепе и вообще космолёт всем привет ребята кто я сюда сачку купил ребят все я ушел шеф спортом заняться то скажите за меня он спорт забросил и не контент кстати начал снимать до все ярослав автомобилем но неплохо на самом деле андрей а у тебя всегда третий номер по жизни был в футболе или это просто майка так временно третий 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 последний первые ботцы вы наклейки интересно снять на будет выделяться среда да слушай там лежат всякие эти ну платова на беларуси евро 5 но она отвязана матча поэтому она застала есть нормал дэш поэтому я не успели так сильно значок как положено за драконе на волю вы лопата видел ты не тыкайте лопату в воздухозаборник важно слушай непривычно когда близко я короче зацепился глаз сначала такой потом пойду-ка провода зацеплю и такой цепляешь так с виду как будто конвейера да нормально сохранилась ты по видосу видел же я тем машины заезжал просто заграничный крылья снял задевает о замочки есть дали мне как ты тюнинг синие колпаки ну почти алка можно сужену для прикола наклеить наклейку алко вова данная прямая у тебя площадка но видно без ручка да я я просто прям выезжал с этой ну площадке и забирал такой первый поворот такой не снимаю завтра ну про трус мы посмотрим эти верхушки не такие дорогие да да это расходники по идее до их нету завтра постараюсь приеду может посмотрим по приколу на яму что там вообще творится интерес может свободно будет пластика служба по прицепу нормально сохранился пластина вот туда доминины она на перепаде света видно вот она полного лишь немножечко на светлей так коцики тоже по приемке все указывал принципе свои бампер новый до 100 а да не особо чу греется смотрите когда ребят тут все холодное это кипяток как у цвет ребят вот у колесика смотри-ка я тут не новый до 7 5 матременины а это один старый оставили и греется вот ребят вам и тест-драйв первый выезд ну загружусь посмотрим что там ну это же самое такое что я не могу понять ворота новые же ли прям просто сохранились но резинки вида новые поставили слушай ну прям идеал как будто на резинке обновили бампер бампер такая туго оригинальный нет а да наклейка так вы это выпухло так тут уже вот крылышки мои слежакова цари новые четыре стоечки возился что подряд мне кажется тут что мог так ребята вывешиваем колесо да вроде есть расстояние а подвесили крутится да что у нас за дела ребята смотрите-ка да доверяй на проверяй называется но это вот на тормозную камеру вот затянуть тоже так так предполагаю что утром все равно блин мне еще очень нравится задача все крутится тут не знаю на что думать подшипник на это блин суппорт этот не лазили все ведь заводской так был ну не лазили ближайшее время точно не у него шеф после футбола короче да да слушай шеф ну вот как по поэтому по проекту да типа мне сейчас надо поставить в курс поддержку давай вытащим такие прикол дается ребенок вещь матрас тиграл такой высокий как может быть уже деланы в чехле вещь как в этом на марсе мне давайте включу сейчас про плана вам потом скрою панель отсоединил ну и что-то полный писица на тишке даже на он описит бошевский пластяной называть я ничего не мог англички мчиска не ахти было так себе или так у сосана она и не скажу большой ну да так немножко ароматно сделаем процесс тут тоже лишь шкафчик ну комплектация нормально продвиж этих нету функции как на марсе столкновение этот 2 вот это как раз вот тумблина на пехаре херня до чего они ничего не включается вроде тыкаешь это может может и у тебя вон там тоже и штук может всякие проплат ну может быть что-то там были потом в ходе уже разбирать смотреть так после марса скажу прикольно первые вольвы моя в плане данном и маловато далка мэрси по ровный пол все машины по своему хороши все хороши посмотрим что как ну на подушке я так ну так я тоже такой тип на нажимать здесь тоже шкафчики замучили шкафчики эти короче тоже как-то он работает и забыла тут это должен быть типа а вот отсюда не знаешь волю всегда должен быть носочек белый один тип идет в комплекте одевать их белый носочек и сюда его а еще и рф это тоже белый носочком то есть это пойдем я тебе да я утром поеду 8 уж 8 уже придут ребята а вот туда я оставлю спасибо всем ребят спокойной ночи утро вечера утро вечера мудренее сходил я в душ и такой думающую голову ломаешься у нас покажу спать не буду зачем мне ждать утра набрал в этот службу координации она круглосуточная мне сказали ну короче записали моя заявка скале мне сейчас я со мной свяжется сейчас сервис на дело ждите звонка посмотрим через сколько перезвонят скале тем все правильно лучше сразу сообщайте сейчас чем решим посмотрим че решат про утро ребята проснулись улыбнулись обход машины колпачки ща оденем колесо остыла за ночь ну как вы помните ночную движуху что записали на сервис заодно сервисе я не знаю сейчас поддержку может тоже еще наберу что-то добавили в заявку то что гур будет уровень жидкости все посмотрели а так в целом как видели шеф и вроде тачка зашла нормально ну а там будем посмотреть но ребята зашел варим зону внутри знаете что увидел тут бац или как тут полное обслуживание и mercedes доделаться еще водитель не принял машина месяц стоит ее приводит в порядок полный смотрите изношу все контей сделали проблема в компрессоре было здесь такая песня новые фонари такого плана будет гармонично ребята представьте с фарами кто-то будет кайфовать шеф пока вроде не говорит кого посадил их малышка скучать по тебе нет времени все загружен я своими делами надеюсь достойных руках будешь все будете хорошо какому на зарядке ладно ребят полетели на погрузку опаздывать не надо много делала все еще ну пока пока рты приятно было погостить все у нас максимально едем с вами без тормозов поглядываем за колесиком ману легендар очка стоит красавица так ребята смотрите-ка чё у нас тут еще конденсат там и там даже не было опа но как вальвисты подскажите ли чё это за болезнь откуда как с ним бороться куда нас просачивается вода подъезд загрузки и того и сразу даты немножко стрессующий как будто бы да через дома какие-то гаражи на рэйфе с ветками ребята тоже другая тема цент допустим если же ветка будет как бы может ну веточку как бы принять на себя немножечко обработать на рэйфе уже тут черкаши конкретные останутся поэтому с деревьями аккуратнее надо быть ну адрес четкий дан принципе я вчера еще контактный телефон тоже был указан набрал как несколько лет там можно было и встать около будки охранника ну ладно на 9 у нас мы приезжаем пол девятого в целом все кино не забыть приложение поставить отметку что все прибыл на погрузку холодное ребят колесо здесь теплая теплая сейчас холодно вот и думаю теперь чё хочешь все набрал я на всякий случай дополнили заявку так что я думаю в сервисе вопросов не будет спокойно посмотрят пусть они гор до долев потому что по книжечке тоже кстати написано прежде чем заливать какие-либо жидкости предварительно связаться с сервисом из 10 и 9 ребята ставит нас на погрузку так с рэфом у нас как она идет красиво подламываем там у нас такая рампа интересная отбойнички целые там на рампе так что потихонечку надо подъезжать чтоб все было путем охрана отходи с уголка там нашу так интересно вроде как не разучился ездить смотрите-ка попадаем так тут плотненько надо к заборчику этого а пока иду тут подушки приподнял чуть все мне уже ребята вытащили вам не забыть хлебцы повезем вот это диетическое питание легенькие значит спортивные кайфы и кайфы вот ребят готова но вместо не осталось вот так да все это поднимать может давать с тобой подумал а не такая тяжелая все красота ага документами значит картонки подложил и стоечками вот так все крылья чтобы никуда не делись пусть едут так потом их дома выгружить так зрители мои ждем пока документы вам прошлый ролик не сказал а то тоже чтобы не переживали первую платеж в октябре аж там мне вроде 56 дней 54 дня короче дается до первого платежа машине поэтому есть моменты спокойно покрутиться немножко наработать кассу так сказать войти в коллектив досуг изучаем так документы вроде как по приложению на стоянка тут будет книжку мечу тоже замялась поддержки короче вот здесь книги указано что надо именно смотреть типа аналогичных и на дядю ты работал все те же документы все ребята загрузили значит все путем погнали в сервис по документам все тоже тип-топ печати везде проставлены на всякий случай координатора тоже набрал сравнили всю информацию все путем для успокоения души как говорится пока прикатаешься привыкнешь на всякий случай проверили все у нас сходится и по заявке так что проблем нету так ребята инструктор мне сейчас набрал опрос видимо мол типа как дела сколько тонн сколько на ведущую и типа чё загрузили режим не режим то все в принципе все ответил все окей пожелали хорошей дороги до свидания теперь до заправки зальемся сполна тонна у нас есть лимит и будет все путем вы душа спокойно конечно на этих на донышке ездить это вообще не мой любимый стиль ну как видите ситуация заставляет 1 все путем потихонечку что-то карабкаемся нам же еще почему надо ехать спокойном темпе без пробок чтобы лишний раз на тормоза не нажимать чтобы накатом катиться и нормально накатимся а 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 смотрите ребят сети какие-то стоят а а вот здесь мы слева рыбачили помните на лодке рыбалку батя делал вот эти острова ребята тут сначала у нас получается заправка потом оплата по топливу смотрите-ка в рейсе у нас пол бака в принципе пистолет дотянется хотя может да может быть сразу фух не кипяток нормально не подклинивало больше оказывается можно даже вообще не ходить на кассу через телефон там нажимаешь выбираешь колонку заправился там видишь свой ретраж я плачу скажешь по 450 я капнул вот так вот раз пол бака принципе пока нормально потом заправимся при необходимости представьте если мы все-таки поехали бы на псков у нас по той дороге это все выяснилось там какой сервис где сервис вообще непонятно тут вообще что я все красиво нам повезло ребята зарегистрировались заявка есть все в порядке ждем сейчас как место освободиться мастер говорит загоним посмотрим разберемся так что пока виснем жара ташкент вот потягачу я не знаю они возможно тут не будут драться тут как бы сервис по векам по воле дополнение к ним еще пока что не пришло которое добавлял все посмотрим ребята монополика очень написала отзвонилась где после это выгрузки газы в глобал тракт в винограде обслужит там здесь не буду делать здесь только по и векам ну в принципе ладно мы уже гружены нам лишь бы сегодня приняли машину потому что ждем пока уже время два часа дня за два часа еще не освободились они лишь бы скрыли там дело было в мелочи может быть из-за того что прицеп до этого долго стоял под залепли колодочки а там время пять вечера и меня наконец-таки загоняет жара 30 градусов я тут весь сварился в общем сейчас задом не заезжать расцепляться не надо вроде как так что зашибись так ребята в принципе загнали все пойдем ребят тут в конце уже подсказывает что пока не было заменили тормозную камеру и перебрали супер внутреннюю все теперь все будет удобно все спасибо вам большое протяжка через 50 км все от души так что так ребят подбежали нас до вечера поддержку написал по поводу что я в 9 утра не буду в подольске они сказали типа мол не переживай все ок можно в течение этого как приедешь в течение дня выгрузится так что все нормально видимо запускали качали воздух сюда лазили опа так ох как все вовремя короче по ремонту сейчас покажу там что заказ снаряды но это все на монополии короче там уже гарантия как то так ребят запускаемся и погнали так куда доедем ляжем спать и завтра там в обед во сколько приедем во сколько приедем нас не особо парит по этому поводу вроде с голодухи как будто охота и ночь протопить вроде же себе в карман да можно и газануть с утра выгрузиться но ребята у нас видите сервис потом и он как бы запись на следующий день как бы на этот ну получается мы выгружаемся на следующий день у нас сервис ну как мне написала поддержка типа там можно по факту приехать если у них место будет раньше могут обслужить все сделать по тьме по тьме по тьме ну в поддержку так и так потом перезвонил мне механик переспросил также про все это потеря мощности какие-нибудь изменения есть по машине и в итоге записали меня ну как бы дополнили заявку которую вот я в зеленограде то запишем записан на сервис туда дополнили еще эту заявку что чек у меня говорит что тоже посмотрели что за дела как-то так что могу сказать по воле вообще самолет по комфорту блин ну я думаю именно с водительского места вот ехать просто классно мерс тоже неплохо мерс другая там немножечко с интерьером ситуации да и с местом это же считается не самая большая кабина как мне уже подсказали большая кабина типа как их отличить то что вот расстояние видите между спойлером нижним и верхним здесь есть проставка то это большая кабина а так я думаю места достаточно так что это у нас перерыв просит I'm sorry не когда нам отдыхать нам осталось совсем немного надо выгрузиться вот хвосты красивые нарядные в целом что из новостей да больше ничего чек горит вот и все благо что он вылез сейчас а не через месяц и как-то и так далее интересно большая ли это поломка я думаю нет может какая-то мелочь потому что вода любит наверное поругаться на всякие датчики мы будем разбираться ночуется хорошо матрас удобный ребята пока что у меня такие спартанские условия одеяло на нем сплю автономку кстати надо нам чекнуть как работает чуть я про нее забыл а то вообще холода начнутся заморозки ночные я блин про нее вспомнил так у нас получается прямо на 107 находится выгрузка сейчас на стафоре налево стрелки тут нету поэтому можем поворачивать а тут пусто не очередь ничего ставь на 503 выгружаем красота так что не так уж все и плохо я уже думаю ё-моё лучше б я ох ты кто-то стойки забыл какая тема да практикуется что забывают люди надеюсь сейчас тут ездить хоть заберет их неужели в чужие руки ладно ребят парку еще расскажу что там быстро не быстро приемка не приемка как все будет сходу выгрузили документы разом подписали и добби свободен поехали поехали в сервис сейчас посмотрим что творится может быть и тут тормозимся в сервис до 9 конечно если бы доехать сегодня зарегистрироваться было бы классно надо первым на очереди быть потому что зависать неохота в серваке как обычно бывает блин по времени не прокатывает стоишь ждешь окна хотя мы заранее записались не знаю в этом был был тракет винограде я не раз был и то по детству когда с батей чего-то пригоняли не помню прицеп или тягач да переездик собрал под вечер ребята объезд не поехал во времени одно и то же показывал ну вроде мэртику вторую полосу заехал держит я думаю нормально пройдем за пол часика по крайней мере должны вот да ребята мы у цели два часа я просто проторчал я только короче начал уже подъезжать думаю наконец таки вырвался и передо мной светофор что-то гаишники там крутят мутят непонятно в общем вечером тут делать нечего в час пик лучше надо объехать справа там по-моему под знак ну блин когда они уже этот вопрос решат здесь построить мост непонятно что тянут столько людей мучиться приехали мы еще час работы но в общем объяснили все разрисовали на территории места нету сейчас поедем где-нибудь проконемся в 7 утра заезжаем сразу все-таки на Газпроме было местечко заправчик добро дал пить у него пожали а пока мы будем там уже ребята на приемку зайдут просто фиг его знает как тут устроено то в некоторых сервисах кто быстрее того этап того первого на ремонт потом сидишь ждешь очередь хотя по записям и ладно палка двух концов погнали машина на яме я когда еду слышу в окно какое-то шорканье ну скорее всего это вот от этого переднего брызговика от порыва ветра его прислоняет к колесу и он протирается и создает такой звук интересный как будто что-то висит колышется ладно все дай бог все нормально и быстренько отпустит успеем выскочить без пробок ребята наконец-таки мы под машину попали что у нас тут интересного суппорта все перебрали и вот вот горловина чуть запливит ребят видите ватер Так, в целом, замечаний больше не видно. Ну, где-то, смотрите, по высоте не проходило. А, это Дамкра, там Дамкра. Значит, что по гуру мне сказали? Что все в норме, закусывания нет, значит, проблем нет. Это допустимо. Подвывание на ходу. Сказать больше нечего. Электрик на обеде, через час придет, пробьет ошибку, с фарой разберется. Жить здесь можно, хотя бы кормят. Столовка есть полноценная. А утром в буфете выпечка. Ребята, по поломке у нас заслонка горного тормоза заклинила. Поэтому ждем, сейчас они там принимают решение. Надеюсь, сегодня я отсюда уеду. И получится с них все исправить. Ну, ребята, что за закат? У меня новости. В общем, все. Монополия, короче, одобрила ремонт. Все, его будут делать потихонечку. Ну, как потихонечку, запчасти нет в наличии. Она приедет завтра, к обеду. Все, в лучшем случае, к вечеру будет машина готова. Я такой думаю, а вдруг это неправда, вдруг она задержится еще. Короче, собрал вещи в рюкзачок. Вызвал такси до станции Зеленоград. И газуем на электричку. Одна пересадка, и мы в Орехово-Зуево. Я думаю, норм. Три с половиной часа, и мы дома. Знал бы, раньше свалил. Короче, все путем. Контакт номер есть. Нам позвонят, как машина будет готова. Можем и сами звонить, узнавать, если что. А он уже такса подъезжает. Так, ребята. Немного времени спустя. Буквально сутки. И возвращаясь я за малышкой. Точнее, уже вернулся. На рецепшнс, или как мне сказали, за стойкой. Топайте, смотрите. Проверяйте. И приходите на подпись документов. Вот что нам поменяли, видимо. Ух ты, тяжеленная движуха. Опачки. Понятно, почему-то у нас 200 штук стоишь. Заслоночка там заклинила. Так, и что-то нам можно с собой забрать на металлолом. Теперь нам каждая копеечка на счету. На подпись документы ничего не задели. Все целое. Вроде как. На первый взгляд. Ребят, сходил, я заказ снаряда забрал. В общем, вышло 196 тысяч сама запчасть. Плюс работы там, диагностики. Все, что там было по машине. На 208 тысяч чек. Вот. У нас, как сказать, человека, который сейчас на гарантии находится. Желание бешеное выявить все поломки. Эти трепетные моменты переживательные. Ты начинаешь, так сказать, трепаться им. Загонять. Давайте проверим то, проверим это. А по факту все хорошо. Езжай. Машина все тип топ. Все должно работать. Не знаю. Вот с гуру я им и так и сяк. Они никак не принимают. Говорят, все у тебя исправно, все работает. Ну, сейчас батю заберу, поедем вместе еще посмотрим. Может, что еще выявим. Время-то есть еще гарантийное. Может, что еще вылезет. Сделаем. Вот. Так вот получается. Ребята, бодрячком комментарии читаю. Спасибо, ребята, за поддержку и за угарные комментарии. Блин. Я рад, что вам заходит. Контент, что вам охота обсуждать его. Так что будем двигаться. Продолжение следует.